Окей. Ваш прекрасный город и в архитектуру. Спасибо еще раз. Как я могу передвигать слайды? Мне нужна моя презентация. Это моя группа молодых ученых-исследователей Болонского университета. Без них я бы, пожалуй, вообще ничего не мог сделать. И, как сказал Владимир, я являюсь также шеф-редактором Age Research Reviews журнала. Хорошие новости заключаются в том, что я получил новый импакт-фактор 10.39 в таком ведущем топом журнале мира. И очень было приятно. Поэтому во всем этом узнать и работать далее с таким импакт-фактором. Я буду говорить о Мечникове, потому что, собственно говоря, благодаря его наследию мы все это изучаем. Он изучал макрофагов, воспаление, долгожителей. Всем этим я сейчас буду заниматься вместе с вами. Собственно говоря, есть такие концептуальные рамки для заболеваний, которые связаны со старением, включая рак и воспалительных процессов. Несколько лет назад я предложила такую идею, что эти воспалительные агенты, они развиваются в организме, меняется структура кортикостероя в макрофаге. Это центр этой теории. Это первая клетка. Вначале их описывал Мечников. Воспаление, как вы знаете, является интегрированной, эволюционно составленной сетью защиты, направленной защиты от стресса, ответ на стресс, способность к выживанию. Несколько лет назад была встреча гера, ученых герриартриков, и мы говорили, что возрасты, связанные с заболеванием, имеют общие механистические и механические компоненты. Один из них как раз — воспаление. И что очень интересно, как они повторяются, эти компоненты, и они преобразуют воспаление. Если воспаление очень разрастается и находится в центре всего, это основные механизмы, которые связаны со старением. И воспалением, как идет ответ организма, как нарушается теломераза, как укорачивается теломер, и все это преобразуется в воспаление, воспалительные процессы. И поскольку старение, заболевания, связанные со старением, могут быть приведены в концепцию, я написала статью, указывая на континуум и корреляцию между старением и возрастными заболеваниями. И здесь заключается в том, что воспалительные процессы могут перейти в хронические заболевания, связанные со старением. Но когда действительно это переходит уже в серьезные заболевания, то заболевания, связанные со старением, они еще больше ускоряют это старение и воспалительные процессы. Это одна из статей, которая указывает на то, что хронические воспалительные процессы очень тесно связаны со старением и с возрастом заболеваниями. И я хочу представить вам краткий список статей, которые обращаются к воспалительным процессам, как к центру этих заболеваний. Воспалительные процессы, кровотворные, гематопоэтические структуры, сердечно-сосудистые заболевания и дряхлость. Здесь идет речь о том, что факторы риска по СССР и хроническим заболеваниям, и саркопении, деменции, заболеваниям желудочного и кишечного тракта. Все это очень связано. Есть еще одна статья, которая касается воспалительных процессов и хобло. И, собственно говоря, очень много заболеваний, хотя и не все здесь также могут способствовать возникновению онкологии. У стареющих больных статья Альберта Малтарани была опубликована. Также он один из первых указал на это связующее звено между воспалением и раком. И вы видите, что воспаление цитируется здесь как основной фактор на уровне организма, но также хроническое воспаление, воспаление в тканях, воспаление, связанное с генетической нестабильностью, мутагенезом, супрессией иммунитета. И поэтому, соответствующее, мы можем назначать даже иммунотерапию. Четыре мишени в раке здесь связаны со спалением. Раковые клетки как таковые ведутся исследования, много исследований, но также есть еще три основных мишени. Провоспалительная микросреда для развития рака, также синесцентные клетки, и провоспалительная микробиота. Несколько лет назад мы написали эту статью о взаимосвязи между воспалительными процессами и нишей стволовых клеток, когда речь шел о РМЖ. Но это применяется не только к раку молочной железы, но и к разным ситуациям. Конечно, синесцентные клетки играют тут основную роль, потому что прогрессирующая аккумуляция синесцентных клеток в органах и тканях развивает воспаление, потому что есть все эти агенты воспаления. И сейчас есть большой объем синалитической терапии, которая таргетирует и синесцентные дряхлые клетки, и антисасп. И есть длинный список различных соединений, которые могут выполнять эту функцию. Давайте посмотрим на стимулы и сенсоры воспалительных процессов. Идея, предложенная несколько лет назад, заключается в том, что основной враг, он, можно сидеть в нас. Я называю это гарп эйджинг. Эйджинг – это старение, а гарп имеется в виду, что всякий мусор находится внутри. Клеточно-молекулярный мусор собирается каждый день. Клеточный дебрес и также измененные перемещенные молекулы, нарушенные микробиоты – все это вызывает так называемый гарп эйджинг. То есть молекулярный гарпич, вот отсюда гарп, молекулярный мусор производится, 70 миллионов его образуются каждый день, некроз, некропортоз, и они производят вот этот гарпич, то есть этот мусор, и совершенно необходимо выводить его из организма. Тут есть длинный список обычных компонентов, нормальных компонентов клеток, которые могут воспаляться, когда ядро идет в цитоплазму, а затем, например, в кровь, то есть смещаются эти клетки. Идея заключается в том, что клетки непрерывно производят межклеточные пузырьки или эксозоны, которые могут распространять воспаление и распространять старение. И с этой точки зрения старение является своего рода инфекционным заболеванием, как рожеское воспаление, которое может распространиться по всему телу. Собственные клетки, квазисобственные, например, микробиоты, она может быть внутри и снаружи, она распространяет опасные сенсоры, которые приводят к дегенерации, что является фундаментальной характеристикой нарушения функции организма. Джерри Ледерман получил Нобелевскую премию по медицине, он как раз об этом писал. И прежде всего, один легант может связываться с разными рецепторами, например, рецептор четвертый, они могут связывать различные леганты. И это тоже список, который эволюционно возник, такой, как рецептор распознавания паттерна, то есть рецептор этого клеточного мусора, клеточного дебриса. И вот этот рецептор распознавания паттерна, он не различает между собственным и внешним клеточным мусором. И мы говорим о том, что ДНК такие нарушенные вызывают смерть клеток. И получается такая парадигма. Высоковоспалительные молекулы, когда смещаются, они приводят к очень серьезным воспалениям. Они могут быть эдогентными, это не митохондрии, но также экзогенные, не собственные клетки, потому что они происходят из первоначальной родительской бактерии. ДНК находится внутри митохондрии, митохондрии находятся внутри клеток, но во время дисфункции митохондрии, молекулы митохондрии просачиваются, выходят и перемещаются. И когда они смещаются, сдвигаются, они становятся очень высоковоспалительными. Несколько лет назад мы увидели, что очень много ДНК митохондрии циркулирует. И они способствуют воспалительным процессам. И с возрастом, начиная с возраста 40 или 50 лет, очень большое количество митохондриальных ДНК выходит в кровь. И вы видите, что митохондриальные ДНК могут в РП-3 триггироваться инфламозонными, но также и в ТР-9, но есть и другие соединения митохондриальные, такие как кардиолепины, эндомитохондриальные, эндомитохондриальные, РОК, Петерол, АИТП, и у которых имеются другие еще рецепторы, и все они провоспалительные, то есть митохондрии, то есть они продукции, то есть главное это дисфункция митохондрии, которая приводит к воспалительным процессам. с точки зрения того, что я сейчас сказал, можно концептуально анализировать воспаление как эволюционно непредсказуемое пострепродуктивный побочный продукт дегенерации сенсоров разрушения клеток. Это то, что мы опубликовали не так давно но в журнале Nature мы предположили, что не собственные или квазисобственные молекулы микробиоты и собственные клетки имеют ограниченное количество этих сенсоров и в результате получается очень много воспалительных молекул, которые составляют костяк любого воспалительного процесса. С этой точки зрения старение и воспалительный процесс можно считать аутоиммунным явлением. И я бы хотел завершить свой доклад, чтобы сказать, что особые виды воспалительных процессов также возникают или наоборот не возникают у долгожителей, потому что долгожители это люди, у которых лучше идет ремоделирование, они более гармонично, так сказать, стареют, и они способны, собственно говоря, использовать максимум своего резерва как гомо-сапиенсы, как виды. У них очень хорошая выживаемость, очень хороший иммунитет. И несмотря на то, что количество долгожителей в мире, также и в России, значительно возрастает, мы не слышали ни о ком из них, кто бы прожил свыше 120 лет. Поэтому гомо-сапиенс имеет биологическое ограничение возраста, которое все равно, видимо, не преодолеется. 120 лет это. Большинство долгожителей избежали или отложили все связанные с возрастом заболевания, включая рак. И у них особая генетика, особая динамика изменения со временем. Если посмотреть на долгожитие прошлого и долгожитие будущего, например, они будут все равно другими, потому что идет постоянное взаимодействие между генетикой и окружающей средой, а она меняется. И поэтому нет, может быть, какого-то одного такого ядерного генетика. Метахондрия, но есть и микробиомы. Также у меня нет времени вдаваться во все эти детали, но мы на уровне концепции описываем все генетики и все гены в долгожителях. Вот прекрасный пример. 109 лет в фулви, хотя в общем 109 лет, а не 120, все равно можно сказать, она супер долгожители, потому что там много противовоспалительных молекул, такие как CRP, IL-6, TNF, и в соответствующие данные мы вывели все в концепцию, что здесь означает не только само по себе воспаление, но также и соединение противовоспалительной с тем, чтобы достигнуто было равновесие, баланс между воспалительными и противовоспалительными процессами в организме. Недавно мы опубликовали эту статью, в которой указываем, что скорее всего у долгожителей очень низковоспалительный фенотип, и ядра клеток имеют антивоспалительные молекулы, противовоспалительные, и у них сохраняется длина теломеров. Более того, у них очень высокий уровень РНК-2, что очень важно, потому что это снижает различные гибридные клетки, которые смещаются в цитоплазму и воспаляются. И экстрацеллюлярные пузырьки у них, они имеют такой противовоспалительный фенотип к фибробластам, миелоидам и раковым клеткам. Они могут регулировать РНА, АШТУ-2 экспрессию. И вот что касается того, что почти не бывает рака, у долгожителей, вот у них особая микробиота. Статья указывает на то, что есть взаимосвязь между водовоспалением и раком, расширение дисбиоза желудочного кишечного тракта и утечка микробных продуктов, носит свой вклад в хронические воспалительные состояния, которые отрицательно влияют на организм. Мы впервые начали исследование микробиотиков кишечника у долгожителей в этой работе, и мы показали, что примерно 9% изменчивости связано с высоким уровнем АН6, АН8 и с несколькими бактериальными видами. Это одна из последних работ, которая также подтверждает, расширяет предыдущие данные. И здесь показано, что существует сигнатура старения на основании микробиотов кишечника. И дело в том, что наблюдается постоянное забалансированное воспалительное ремоделирование микробиоты. И мы определяем это микробиоту в возрасте от 22 до 109 лет. И что касается этих желтых видов, их становится меньше, тогда как количество субдоминантов видов повышается. И в конечном итоге в этой работе мы говорили о том, что микробиоты кишечника, ее многообразие в Италии и так же в Китае и Японии среди долгожителей говорит о повышенном биор разнообразии. И фактически это противоположно тому, что происходит при таких заболеваниях, как диабет второго типа и других заболеваниях. И это позволяет предполагать, что несмотря на разницу в питании между итальянцами, китайцами и японцами, существует какое-то определенное ядро, и таким образом они могут достигать возраста в 100 лет. Это некоторые неопубликованные данные, которые говорят о том, что мы проводили геносеквенсирование, бактерий, которые присутствовали в каловых массах, 6-2 людей, долгожителей и почти долгожителей, которые участвовали в этом исследовании. И вы видите, что вот эта серая анализ основных компонентов говорит, что вы можете отличать долгожителей и супер долгожителей. И вы видите, что наблюдается ремоделирование, изменение микробиота даже в крайнем возрасте. И что очень интересно, что вклад долгожителей показан голубым, у них очень много бактерий, которые разлагают экзенобиотики, то есть загрязнители. И вполне возможно, что это связано с их образом жизни, но это также говорит о том, что это может быть компонентом их возможности жить до 100 лет. То есть у долгожителей есть специальные особые микробиоты кишечника, которые зависят от их диеты. Что же они едят? Мы только что опубликовали вот эту работу, и мы предположили, мы сравнили долгожитель с теми людьми, которые ограничивают количество калорий для того, чтобы предотвратить различные заболевания, включая рак, и мы изучали различные виды и так, и вы видите, что люди, у которых ограничена диета, живут дольше, они более здоровые, и у многих из них не было рака, поэтому здесь вы видите, если мы рассмотрим различные параметры, глухометаллизм, профиль липидов и метаболизм, вы видите, что наблюдаются значительные сходства между вот этими параметрами долгожителей и у тех людей, которые имели питание с ограничением калорий, все в принципе похоже, поэтому можно сказать, что долгожители гоно-фида это люди, которые ограничивают калории, конечно, это может также обеспечить то, что у них нет рака, но что же едят долгожители, если вы посмотрите на их диету, то практически они едят все, и сосиски, и колбасу, и все, что угодно, и перец, но что характерно для них, они очень регулярно, все люди всегда едят в середине дня и в 7.30 вечера, и поэтому это говорит о том, что долгожители строго придерживаются время приема пищи в течение всей жизни и у них определенный циркадный ритм, то есть ритм сна, он хорошо сохраняется у долгожителей, теперь мы знаем, что существует параллель с циркадным ритмом и времени приема пищи, время приема пищи очень важно, потому что микробиота кишечника подвергается пролиферации сразу же и зачем она дает сигналы, очень важно для регулирования метаболизма, поэтому если вы принимаете пищу в определенное время, вы будете здоровы, вы будете жить долго, но если вы не будете соблюдать это время, то вот ритмичность, циркадная ритмичность будет потеряна и будет большой риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и тучности. Владимир, вы, конечно, знаете, потому что вы начали эти исследования первым, каково же будущее инфломейджинга? Отчасти это будущее будет таким. В Бачевском университете будут этим заниматься. Я был очень рад, что я получил мегагрант и в рамках этого мегагранта участвуют профессор Мишель Иванченко и Алексей Ворикин. И в рамках этого мегагранта мы исследуем хронологические и биологические часы, которые связаны с циркатными ритмами. Мы изучаем синдром Дауна и болезни Паркинсона как синдром ускоренного старения и также инфломейджинга. И вот это люди, они математики, они занимаются нелинейной математикой, поэтому используя вот этот мегагрант мы будем проводить анализ больших данных и будем заниматься математическим моделированием того вопроса, который я изучал. И здесь вы видите вот этот слайд, который говорит о том, что в будущее будет заключаться в изучении больших данных и используя искусственный интеллект, и также одновременно мы будем изучать, более глубоко изучать каких-то конкретных людей, мы будем заниматься генетикой, геномикой и даже другими омиками будем заниматься как братоомика. И два типа стратегий должны быть объединены и должны позволить нам определить новые биомаркеры. и это работа, которую мы опубликовали вместе с Алексеем Зайкиным и Михаилом Иванченко и Сузанной Гордеревой. И это последний слайд, который объединяет всю информацию по сложным комбинациям ингредиентов, которые необходимы для того, чтобы дожить до 100 лет, метагеном, династика митохондрии, оно и также важно, где вы родились, в России, в Италии, в Центральной Африке, и режим питания также очень важен, время приема пищи, средиземноморская диета, мы знаем, что метагеноморская диета снижает инфлементг, и мы также используем экологический подход, потому что долголечие в долголетии зависит от контекста, от условий, в России отличается от долголетия в Италии, в Японии, все это зависит от типа среды, где живет человек. Большое спасибо за Ваше время. Большое спасибо, Клаудио. У нас есть время для двух вопросов. У меня практически два вопроса. Первый связан с воспалением и с раком. Если мы говорим о солидной попу, совершенно ясно, колоректальный рак, РМЖ и так далее, что касается гематологических опухолей, гематологические опухоли связаны с инфламейтинг, потому что инфламейтинг может влиять на анаполизм. Ну и например, люди говорят допустим о том, что происходит на уровне анаполитики, потому что вы знаете, что они подвергаются соматическим мутациям. Эти соматические мутации, как ПТО и диметилтрансфераза, дают селкам определенные преимущества, поэтому они больше прорифируют и на периферии. у вас очень много экспансий, клональной экспансий, и таким образом в 10 раз повышается риск гематологического рака и сердечно-сосудистых заболеваний, что мы показали, мы только что представили работу, что эти соматические мутации реже встречаются у долгожителей, и мы можем это сделать, потому что у нас есть полный геномный последовательности долгожителей столетних и людей более старших. Таким образом, мы считаем, что связь с генометологическим раком это влияние воспалительной микросреды. А второй вопрос связан с режимом питания. В Италии очень много долгожителей, но итальянские люди обычно очень поздно ужинают перед сном, но это не долгожители, долгожители так не делают. Я не говорю, что все долгожители действительно едят в 8, в 8, в 30 или в 9 часов, я просто говорю, что они всегда едят в одно и то же время, это может быть 7,30 для кого-то или 8,30 для другой семьи, но они всегда едят регулярно в одно и то же время, и у них не то, чтобы они допустим в один вечер ужинают в 7, а другой вечер в 9, даже моя бабушка, я лично знаю, как она питалась. у нас будет время потом для дискуссии. жат в 5, т. мед в 6, 20, в 8, в 9, 20, так м от в 12, у 100,